Всем привет! Укротители дисперсии на своем посту! Я, Митя Зет, приветствую вас! Всем привет! Приветствую вас! Мы здесь для того, чтобы безграничный кэш лился в ваши карманы, как бы это тупо не звучало, ребята! Но это правда! И сегодня у меня в гостях человек, которого я вообще представлять не хочу заранее. Просто скажу, что зовут его Руслан, а о себе он расскажет сам. Его знают многие, почти все. Почти все читали его посты. Ну, вот он уже здесь, прям совсем рядом. И, наконец-то, мы готовы начать этот долгожданный разговор. Руслан, привет! Привет! Митя! Руслан, я практически всю свою жизнь воюю против традиций, против каких-то устоев. Но что делать от традиций? Иногда никуда не денешься, да и не хочется деваться, потому что это очень логично. Именно поэтому я попрошу тебя для начала представиться. Сделать такую небольшую для нас визитную карточку. Расскажи о себе в покере, где ты сейчас, что ты сейчас, зачем ты сейчас. Что ты вообще в покере делаешь в данный момент? Ага, ну, в данный момент я играю в безлимитный холдом. В основном это игры за 6 макс столами. Играю во множестве румов. Лимиты от NL600 и выше. Иногда заглядываю на Zoom 500. Дела идут с переменным успехом. Я, ну, даю тренировки. Я периодически выигрываю что-то, периодически что-то проигрываю. Вот как-то так. Прекрасно, прекрасно. Ну что ж, еще один традиционный вопрос. Потому что в нашем музее, в нашей кунсткамере истории о том, как человек связался с покером, уже достаточно много баночек стоит. Вот давай еще одну добавим. Расскажи, как так получилось, что бокер вошел в твою жизнь? Ну, тут, конечно, можно долго уточнять этот вопрос. В том плане, что именно познакомился. Что можно назвать знакомством? То есть я, может быть, лет 10 назад, еще будучи школьником, играл на карандаши со своими... Ну, там, в лагере, в пятикарточный с обменом. То есть это можно назвать знакомством. Но вот именно с той формой, которая сейчас, то есть онлайн, на реальные деньги. Это был 2008 год. Я там играл в Warcraft 3, с переменным успехом тоже что-то там даже думал. Вот там крутые ребята, вкладывают в это столько своего времени и выигрывают на турнирах первые места, получая 2000 долларов. И ездят по миру, вот так круто. И на сайте, на котором я засиживался, были всякие баннеры рекламного типа. И я тыкнул на один из, ну, периодически тыкал, видимо, так устроенными. И вот случайно так совпало, что один из баннеров не оказался кидаловым. Потому что, ну, вот такой баннер, на котором написано, там, получите бесплатно деньги и играйте в игры и зарабатывайте. Ну, довольно, да, выглядело все очень сомнительно. Да, ну, я переживал, мол, а небось это вирусы. Ну, вот попал на покер-стратеджи, получил 50 долларов. И вот потихонечку с этих 50 долларов, ну, в этом плане могу сказать, что мне очень повезло, что я их не проиграл. Иначе бы я, наверное, не стал бы играть в покер. Потому что я, ну, такого, не знаю, воспитания, что вряд ли бы я вложил свои деньги в что-то такое сомнительное для моего окружения. И вот так потихонечку играл, играл, играл. И вот здесь и сейчас с вами. Ну, насколько я понял, в покер ты играешь уже прилично, уже давно. Ну, то есть с 2007 года, получается. Ну, или 2008. И тут надо, так скажем, ну, уточнить обязательно, что профессионально я играю где-то года 3-4. А до этого я был конченным лудоманом. И, ну, не конченным. Ну, вот, в общем, вот с этих 50 долларов, раскрутившись, я играл, вот как кто-то играет там в доту, кто-то в World of Warcraft, а я играл в покер. Были у меня запойные ночи какие-то или там вместо... Ну, вообще дело было в университете. И там у меня были проблемы с посещением пар. Я там, ну, как заболел очень сильно. И мне приходилось все время сидеть в общаге. И покер был отличным во времяпровождение. Вот. И у меня хромал и банкролл-менеджмент, и, в принципе, отношение к игре. Это было далеко не профессиональное... Не профессиональный подход к игре. Поэтому, ну, вот как-то так. То есть это, я думаю, важно было уточнить. Ну да. Но вспомним твою историю. Начинал ты с того, что гриндил СНГ в огромном количестве, потом перешел в кэш. И поэтому вопрос такой. Как ты вообще выбирал дисциплину, в которой ты будешь работать в будущем? С чем это было связано? Вот твой выбор. Расскажи поподробнее. И второе. С появлением Spin'n'Go. Не хотелось бы тебе туда переместиться как-то? Ну, начинал я с СНГ турниров, по большей части, потому что они у меня получались. То есть я, как только начал играть в покер, я пробовал все. ССС, даже за фиксит лимитом чуть-чуть оказывал со столами. СНГ, там, кэш большим стеком. И МТТ играл. И вот меня бросал из дисциплины в дисциплину. Искал что-то свое. И на самом деле все, видимо, свелось к тому, что где бы меня апнуло, там бы я и остался. Меня апнуло в СНГшках. Игра там была довольно простая в плане сложности глобальной, да, в плане, там, ГТО-стратегий. То есть я играл на фултилте супер-турбо-турниры, где сразу ты начинаешь со стеком 10 ББ. То есть там все практически сводилось к пушфолду, с учетом того, что, ну, там, распределение призов было таким, что оптимально было играть именно пушфолд. Играл я очень долго, успешно, там, рост до самых высоких лимитов. Потом, ну, еще на Старзах играл, гипер-турбо-турниры. Если пропустить какие-то подробности с тем, как я проиграл Банкроу или там еще что-то, все потом, ну, я как бы осознал, что я играю уже спинным мозгом просто. То есть я играю в покер, но у меня ничего не напрягается. То есть я сажусь и вхожу в какой-то транс, просто тыхаю кнопочки, да, и по итогу там или плюс, или минус. И, ну, СНГшки в связи с этим начали потихоньку вымирать. То есть там иметь какой-то эдж стало быть сложным, потому что много кто умеет спинным мозгом играть в покер. Ну, легко научиться можно. Вот, все больше регуляров, все меньше слабых игроков, все меньше рой, винрейты. И по итогу все начали играть на рейтбэк. А меня это совсем не устраивало в том плане, что, ну, как бы я как-то, ну, я молод, там, здоров, и, в принципе, могу мозг свой напрягать пока что. И решил, что, ну, нужно уходить из СНГшек. В связи с тем, что, ну, нет никакого развития, только деградация. Вот. И перешел в кэш. Причем, ну, у меня были мысли вообще с покером завязать. У меня не было уверенности, что я прям, ну, возьму, начну играть в кэш, и у меня что-то получится. Но получилось, что-то начало получаться, и вот до сих пор играю в кэш. Насчет спин-офф. Ну, там, как сказать, то есть там, ну, за первое место ты получаешь наибольший приз, то есть там нет какого-то такого ICM, то есть, ну, нельзя сказать, что все сводится к туповому пушфолду. В принципе, там мозг напрягать нужно. Вот. Но, как мне это видится, что игра все же, ну, легко решаема в рамках ГТО, да, то есть регуляры, я думаю, этих игр, ну, не то чтобы близки, но, в общем, они дружат с равновесиями, ну, с равновесными этими стратегиями и довольно близки к этому. И, ну, как, то есть спины, по идее, должны были бы умереть раньше, чем кэш. И, ну, думаю, в связи с вот этой вот лудоманской составляющей, с учетом того, что там Старза их пиарит чуть больше наверняка. Вот. Они могут умрут позже, может, ну, и ничто не умрет. Ну, в общем, у меня мыслей нет уходить, ну, именно пробовать Speed&Go. Я их пробовал, чуть-чуть поигрывал. Ну, так, это было в раз... ну, типа того, что мне нужно отыграть какую-то рейк-гонку на каком-то руме, и я просто добавлял до кучи эти спины. Мне не нравится в спинах именно, ну, отсутствие простора для, ну, каких-то вот сложных решений. В кэше все же этого больше. И в этом плане, ну, чем глубже стэк, тем интереснее игра. И была бы 500-бб игра, было бы, я думаю, вообще отлично. Играл бы только такое. Да не, не, наверное, нет, не играл бы. Играл бы там, где денег больше. Руслан, ну, вот мы выяснили, что ты один из таких счастливых людей, которые с одного полтинника стартового раскрутились и его не слили. Таких мало. Какие-то, знаешь, доли процента, наверное. Поэтому, соответственно, логичный вопрос. Как? Почему? Что ты делал такое? Уникальные какие-то технологии применил, чтобы вот прорваться сквозь микролимиты и как-то вот воссиять? Ну, вот уникальная технология называется банкролл-менеджмент. И я думаю, если как бы все соблюдать, да, и опускаться, то есть по лимитам, можно играть НЛ-2, и это у тебя в самом начале 250, ну, 25, нет, погоди, нет. Да, маловато банкрола, слушай. Как-как? Вот-вот. Как это произошло? Нет, ну, если играть по... В то время можно было играть 20 ББ стеком, и это нормально так, стеков, да, нужно что-то перемножить. Но я помню, я играл с НЛ-10 начинал, играл СМГшки по одному баксу. Наверное, мне просто повезло. Никаких тут секретных технологий нет. Я, кстати, ну, не то чтобы вот все мои деньги, это был стартовый полтос, потому что я даже выиграл фриролл, помню, на 2700 человек. Я занял, ну, не выиграл, занял третье место, получил 4 доллара или 3,5, что-то такое. Я сидел часов 14. Вот было очень интересно и захватывающе. Ну, вот расскажи о жизни хайстег-роллера, вот что тебе дал покер сегодня, как ты себя чувствуешь в жизни, насколько уверенно, насколько уверенно ты смотришь в будущее, что планируешь, как вообще, вот что тебе дал покер в результате? В первую очередь покер дает тебе свободный график, но сложно мне утверждать, что я сильно отличаюсь от офисного работника, в том плане, что я не работаю по 2 часа в день и гуляю там целыми днями, путешествую. Нет, мне приходится очень много проводить времени в форме такой личинки перед компьютером, тыкая кнопочки. Финансовая какая-то свобода может быть, да, но боюсь, что вкладывая столько сил и времени можно добиться успеха не только в покере. В этом плане я себя, так скажем, журю за аморфность в этом плане, то есть я понимаю, что можно было бы заниматься чем-то более высоким, чем играть в покер. Например, кстати, чем? Продавать стулья, например, не знаю. Ну, кто-то строит карьеру в каких-то там компаниях, программирует, идет, растет по карьерной лестнице и попадает в какие-то хорошие компании, гугла, яндекса. То есть кто-то строит свой бизнес там с нуля, какие-то, ну, что-то вроде стартапов делает. Ну, у меня есть какие-то знакомые, да, и кто-то где-то развивается. А мне кажется, что я вот в довольно-таки стагнирующем рынке нахожусь, что покер, ну, не растет. И в этом плане, ну, можно, конечно, вот именно конкретно в покере расти, но это может напоминать, как вот едет маршрутка и можно ходить внутри этой маршрутки. То есть ты все равно не сможешь двигаться быстрее, чем то, с какой скоростью она движется. И в этом плане, думаю, покер движется немножко медленно, если вообще движется. Вот, но по маршрутке я, мне кажется, пока еще есть где там пролезть, вылезти, поэтому еще пока посижу в покере. Чисто теоретически, смотри, тут упирается в то, что, ну, люди, почему им нравится покер, это какое-то развлечение, они испытывают там радостные эмоции, но как раз вот интернет развивается и становится все больше способов проводить свое время весело, более дешево, ну, как бы с лучшим обменным курсом денег и времени на удовольствие. Мне кажется, что вот в данный момент Старзы, например, добавили себе казино. И часть народу перетекает из покера в казино. Сейчас очень сильно развивается эта отрасль в том плане, что там всякие эти вулканы различные открываются каждый день и закрываются тоже. И они конкурируют с онлайн-покером. То есть покер в этом плане, ну, ему сложно конкурировать, ну, что он не может развиваться в бок, так скажем, ну, то есть не может развиваться качественно. Это игра, где тебе раздают, ну, там много, конечно, разных игр, но чего-то такого придумать. Ну, то есть, допустим, была идея, у белорусских какие-то разработчики разрабатывали онлайн-игру, где ты играешь в покер, но ты играешь каким-то персонажем, который может быть там воином, магом, и ты там что-то колдуешь. Вот это было бы интересно, наверное, да, ну, я так понимаю, проект не стрельнул, я о нем ничего не слышал, вот, но это уже не покер будет, да. Вот, ну, покер конкурирует с всякими казино, и они отнимают кусок пирога. В этом плане развитие интернета, наверное, ну, то, что развитие не только интернета, то есть там вот сейчас модная тема 3D-очки на голову одевать, вот, и если будет какая-то азартная игра с вот этими очками, наверное, она может стрельнуть. А покер, он, ну, он стагнирующий, то есть я не могу сказать, что мы катимся в пропасть, что мы там просто катимся вниз куда-то, то есть я, ну, рынок стоит, нет каких-то таких глобальных поворотов, ну, есть регуляры, которые говорят, все, я прям вот каждый день чувствую, все, игра умерла, умирает с каждым часом, каждый день появляется новый регуляр, нет, все в порядке, можно покером зарабатывать еще будет множество лет, как минимум два года, да, как говорят, но я думаю, гораздо больше, какие-то даже нормальные деньги по меркам России можно будет зарабатывать, но если у вас какие-то более высокие цели, то покер, думаю, не то, ну, высокие цели в плане, если вы хотите миллион долларов заработать, наверное, покер не лучший вариант, ну, или больше. А начинать сейчас играть в покер имеет смысл? Ну, конечно, конечно, но зависит от человека, то есть этот вопрос очень индивидуален, если ты живешь в деревне, где есть хороший интернет, и зарплата, я не знаю, какие вообще в деревне могут быть работы, почтальоном тебе там платят, не знаю, пять тысяч рублей, да, десять тысяч рублей, даже тридцать тысяч рублей, все это копейки по сравнению с тем, что может тебе дать покер. А если ты в обеспеченной семье, в крупном городе живешь, то смысла, думаю, нет. Ну, вот ты живешь в московском регионе, ты представляешь себе, сколько вокруг люди получают, по-моему, это как бы миф, что в Москве все такие уж супербогачи, вот как ты сам оцениваешь свое такое социальное положение в пищевой цепочке по отношению вот к таким ребятам, которые делают карьеры, твои друзья, знакомые, там, в компаниях каких-то, я, конечно, не буду просить тебя называть какие-то цифры, но все-таки, вот, как тебе кажется? Ну, пока что, ну, мне кажется, что покер как будто бы лучше, да, то есть я там, возможно, зарабатываю больше, чем они, и там, в перспективе, там, двух лет я буду зарабатывать больше, чем они, но если смотреть какими-то, там, десятилетиями, пятилетиями, да, как-то более высокий уровень планирования изучить, то уже сложно сказать, на чьей стороне будет победа, на чьей стороне будет большее количество благ на сантиметр тела. Окей, давай поговорим про оффлайн, вообще, насколько ты участвуешь во всяких выездных сессиях, турнирах, ездил ли куда-нибудь, если да, то куда и как много? Ну, я ездил два раза в московские катраны, играл 1-2 лимит, и на этом мой оффлайн опыт, наверное, заканчивается, ну, кроме как, вот, я еще говорил, что я познакомился, играя в карандаши, ну, такого типа, в домашних играх я участвовал по совсем копеечным ставкам, вот, но в перспективе, думаю, поездить, сейчас у меня была привязка к месту, потому что я там учился, еще какие-то вопросы закрывал, ну, теперь я буду свободной птицей, посмотрим, что получится. Не тянет, нет у тебя таких амбиций, там, какой-нибудь в стоп занести, что-нибудь в этом роде? Амбиции нет, но не исключено, что мне это очень сильно понравится и прям захочется. Ну, не, как, амбиции нет, есть, конечно, амбиции, но, возможно, и попробовав, я скажу, не-не, вот в онлайне можно в одних шортах играть, оффлайн не торт. Расскажи о своей тренерской деятельности, ты же тренируешь, вот зачем тебе это нужно, для чего и что тебе это приносит в результате? Ну, вот у меня была долгое время такая дилемма, тренировать или нет, я, мол, меняю свои знания на деньги, но эти люди потом придут и отнимут у меня больше денег, чем я с них получил, да, как бы все вот так вот упиралось в измерение денег, которые, ну, что выгоднее тренировать или нет, кто-то там прям зарекался, ну, из хороших игроков, мол, не, вот тренировать это точно очень плохо этим заниматься, но вот в какой-то момент я пообщался с парочкой людей, которые тренируют и для себя понял пару вещей, ну, в первую очередь, что, ну, тут такая долгая тема, ну, не долгая, трудная, то есть мне нужно сформулировать будет. Я, когда занимаюсь теорией, когда я работаю над своей игрой, я трачу много часов времени, то есть я засиживаю с часами, с калькуляторами, с, да, собственно, и все с калькуляторами, ГТО, калькулятор, флопзилы всякие уже отошли на второй план, вот, и трачу, ну, вот я сижу, например, пять часов, и по итогу выхлопа из этих часов, какой я получаю выхлоп из пяти часов работы над игрой, я могу получить какое-то, ну, преимущество над своими оппонентами в игре, но чем больше я трачу часов над своей игрой, тем меньше преимущества я буду получать за счет этой работы, то есть в какой-то момент ты выходишь на такой уровень, когда твой скилл скилл настолько высок, что обучаясь, ты, ну, тебе невыгодно будет обучаться, ты можешь играть и получать, ну, допустим, там, 100 долларов в час, а прокачивая свой скилл, ты будешь увеличивать свой винрейт, там, на полдоллара в час, и тебе, чтобы вот эти полдоллара отбить, тебе нужно будет еще 200 часов отыграть сверху, и, ну, чтобы отбить вот час игры, да, час работы, чтобы отбить час работы над своей игрой, тебе нужно будет отыграть сверху 100 часов, что как бы, ну, выглядит довольно жестковато. И в этом плане приходит на помощь именно тренировочной деятельности. А сейчас второй такой аргумент, что ценность знаний очень быстро падает. Любой может купить крутую программу, задать вопрос и получить ответ. И со временем ситуация будет только ухудшаться, будет становиться больше программ, будут появляться методы работы, будет больше обучающих ресурсов. Я провожу очень много времени над игрой, потому что мне нравится этим заниматься. Почему я играю в покер, но при этом задумываюсь о чем-то высоком? Типа, вот покер, лучше заниматься чем-то высоким, а покер такая низкая деятельность, я тут отнимаю деньги у кого-то, кто, может быть, и не хотел, чтобы их отнимали. Потому что мне нравится. А что мне нравится? Кто-то может сказать, ну, ты можешь играть чуть-чуть в покер и остальное время тратить на что-то там высокое, да, в кавычках. Но тогда я не буду получать удовольствие от покера. Где я нахожу это удовольствие? Я сижу там пять часов с калькулятором и на пятый час я что-то понимаю. И это вот что-то понимаю, мне ну как, я получаю награду за вот эти пять часов отсиженных за калькулятором. И я получаю, ну, кайф на этом плане. То есть я вот ради этого занимаюсь покером, играю в покер. Вот. И потратив вот так вот много времени над работой, над игрой, у меня появилась, ну, огромная база. То есть я есть какие-то знания, которые, мне кажется, ну, вот они дают такое маленькое плюс ИВ, что ну вот оно мне может и не пригодиться глобально. То есть, ну, оно никак не повлияет на мое благосостояние, возможно. Но я вот играю любым стеком от 20 ББ до, там, 200 ББ. Комфортно себя чувствую, там, с любым размером стека. Ну, по крайней мере, стараюсь и убеждаю себя в этом. Вот. И допустим, в каком-то размере стека я отказываюсь очень редко. А кто-то оказывается чаще, чем я. И возможно, ему было бы логично и выгодно взять у меня тренировку и, ну, чтобы я ему это рассказал. Как-то так. То есть, если обобщить алфавит наговоренный, я тренирую, потому что мне очень нравится работать над игрой. И при этом ну, важно еще уточнить, что, наверное, играть мне нравится меньше, чем работать над игрой. И тут вот возникает такая проблема, что мне надо как-то монетизировать свои знания, кроме как игрой, раз мне играть не сильно нравится. Вот. И отсюда идут тренировки. И плюс знания очень быстро теряют свою цену. В связи с чем, ну, сидеть на куче знаний мне, наверное, мало смысла есть. Может, кто-то другой эту кучу себе накопит. Ты знаешь, давай продолжим тему тренерства, поскольку ты ведь был и по-другую, сторону этого зазеркалия. Когда-то брал тренировки у других людей. И я читал твои довольно резкие высказывания в адрес одного из, так скажем, русскоязычных тренеров. Я не буду называть его имя, хоть нет, я его назову, но я его потом запикаю. Это вот. И я даже брал у него много лет назад интервью, и более того, посвятил этому человеку даже песню. Ну, просто потому, что была такая традиция у меня в шоу, что нужно было каждому гостю. Да, в стартовом таком этом ролике или в конце? в стартовом ролике перед тем, как представить человека, звучала песня. Я тебе даже могу ее скинуть, кстати, послушать. Можешь в нее покидать дартс потом. Да, в связи с этим вот хотелось во-первых узнать о твоем вот этом печальном опыте, что это было, почему и как? Не, ну, почему печальном? То есть, любой опыт, ну, вот эта вот характеристика, там, печальный, веселый, это все субъективно, и, в принципе, можно от таких ярлыков отказаться. Это опыт был, да? Ну, в этом плане я, ну, не хочется себя чувствовать лохом, да? То есть, когда никто не хочет. Вот, в этом плане я себя комфортно, видимо, чувствую. Ну, то есть, я убедил сам себя, что все в порядке. На тот момент, когда я брал тренировки, у меня была в игре стагнация в том плане, что, ну, бывает такое происходит у игроков. Им кажется, что, ну, я знаю все. Вот, куда мне расти? Я, вот, в любой ситуации, типа, спроси, что делать, и я знаю ответ. Вот, как мне работать над игрой? А тут, ну, разрывает в щи НЛ1К, будучи топ-винером, и продает тренировки за какие-то космические деньги. Ну, для кого-то. При этом, Зазана в блоге, это такой на ту плюс ту есть хороший игрок тоже. его похвалил Иэн Вокер в своем блоге, написал, мол, типа, да, вот, ошпиль хороши. Вот, и я подумал, вот, видимо, а, еще это на фоне, вот, бывает так, оказываешься в таком фоне бизнес трениров, которые трещат в уши, там, нужно окружить себя успешными людьми, там, вот, самое главное, что может быть, это вот знание, и знание стоит денег, типа, у всего есть своя цена, ну, я пришел к выводу, что да, да, мне нужно взять тренировки, типа, вообще, кандидат номер один, очень, очень хорош, и на тот момент я, кстати, уже вроде как взял тренировку у Инвокера, но взял только один час, потому что, ну, вообще было и дороговато, и на тот момент, он, ну, как бы, я взял тренировку, и он тут же их перестал давать, и думал, вот, типа, может меня чему-то научить, и тут можно рассказать уже именно об опыте, в этом плане я должен скорее не опытом делиться, а именно делиться уже подходом к выбору тренера, главный, ну, как бы ошибки, какие у меня были, продавал все одним пакетом, и в покерных тренировках, ну, по своему субъективному восприятию могу утверждать, что это всегда развод, то есть, ну, не то, чтобы весь покер можно рассказать за один час, но за два часа можно, ну, каким бы тренер там не был крутым, в принципе, ты можно, ну, вот именно максимизация эффективности тренировки будет там в первые два часа, а остальное время будет более-менее уже, ну, куда меньше цениться, будет более дешевым, вот, то есть, первая ошибка это покупать большие паки тренировок, не делайте, вот вы можете взять одну тренировку, две тренировки, и вам этого хватит, если не хватит, возьмете еще, а если тренер сразу продает 10 часов, или вы гонитесь за какой-то скидкой, то, что я получил на выходе, и позанимавшись три часа, я понял, что, ну, этот человек вряд ли мне что-то вообще может новое рассказать, и, ну, уже не говоря о том, что вот эти три часа он мне ничего нового не рассказал, вот, ну, второе, это по возможности найдите какие-то материалы уже от этого тренера то, что было, то, что он уже где-то что-то давал, и, ну, в меру своей компетентности попробуйте это оценить, понять, годится это или нет, и третий важный пункт это пообщаться или найти тех, кто уже тренировался у этого человека, у этого тренера, в этом плане была отличная тема, он говорил, что мои тренировки настолько хороши, что никто не хочет говорить, ну, все мои ученики молчат, чтобы никто больше у меня не тренировался, они вот настолько хороши, и, ну, я не знаю, возможно это правда, в том плане, что, ну, я не знаю ни одного человека, который бы сказал, что тренировки прям вообще огонь, и я поэтому никому не рассказываю, насколько они хороши, возможно, мало кто говорил, потому что они были настолько плохими, никто не хотел выглядеть таким вот лохом, и в этом плане я тоже, когда взял тренировки, очень долго сомневался, типа, ну вот же, зачем мне наживать лишних врагов, уже ничего не изменить, нужно вот как-то с этим уже работать, с тем, что есть, но тут такой важный пункт, что промолчав, я способствовал тому, что кто-то еще бы брал тренировки у некомпетентного тренера, и это сыграло свою роль в том, что, ну, я постарался потом уже, не знаю, это, наверное, было спустя полгода, как я решился высказаться, но вот в закрытых конфах своих я там об этом постоянно говорил, что что-то не то с этими тренировками. Окей, да. И в этом плане я, кстати, у меня до сих пор, я вот не знаю, сам он верит в то, что говорит, то есть он, у него вот в тренировках было написано, что он учит ГТО, точнее, там как-то было хитро сформулировано, что в принципе можно отскочить, в том плане, что типа не самому ГТО, а ГТО-моделям, а ГТО-модели это типа вот из теории игр что-то, и не обязательно это будет именно настоящее ГТО, а будет вот это вот по книжке Джанды и чушь. Вот. И в этом плане там была такая штука очень важная, тренер говорил одно, а играл по-другому, и я вот не понимаю, возможно, по общению с я могу сказать, что он не выглядел, ну, не звучал как обманщик, то есть я ему верил, он вполне искренне разговаривал, то есть видимо он верил в то, что он делает, но сам делал по-другому, то есть может у него вот именно знания были не на уровне осознанной компетенции, а на уровне неосознанной, и он за счет этого был хорошим игроком, а те знания, которые он знал, как бы в своем мозгу, они были очень, ну, очень не очень. Вот. Как-то так. Ну, мы обсудили с тобой минусы, которые могут сопровождать процесс взятия тренировок, ну, давайте резюмируем и представим себе, как должен выглядеть с твоей точки зрения идеальный тренер, и вторая часть вопроса будет такая, вот не переоценен ли вообще сейчас рынок тренерских услуг вот средних лимитов? Не, я слушаю, я не знаю, как ответить на этот вопрос, ну, то есть тут для каждого тренер будет свой, в том плане, что если ты играешь очень низкий лимит, и тебе сгодится и очень низкий тренер, так скажем, низкоуровневый тренер. Ну, хотя тебе даже не понадобится, скорее всего, тренер, хотя, ну, то есть всегда можно почитать какие-то статьи, книжки, и это тоже даст, ну, скорее всего, с тренером будет больше эффективность обмена времени на знания, но я бы скорее бы пользовался тише едешь, дальше будешь в этом плане принципом, в том плане, что, ну, особенно, когда ты низкие лимиты играешь, вот, а уже вот на каком-нибудь НЛ-100, играя, уже нужно, ну, в принципе, вполне эффективно брать тренера, и я думаю, наиболее эффективно работать с тем, что есть, то есть, именно брать тренера для того, чтобы он помог исправить вам ваши ошибки, те, которые у вас есть, а не научил чему-то новому, так скажем. Что касается переоцененности, я думаю, что предложение обгоняет спрос, что тренеров и, в принципе, вот всяких разных тренеров и по качеству, и по дисциплинам, их больше, чем надо, и в этом плане отчасти цена формируется именно качеством знаний, и я вот был бы готов, ну, если, ну, не знает каких-то азов, я бы, наверное, давал ему тренировки куда дешевле, да, то есть, ну, тут все упирается в то, что тебе нужно, то есть, если ты хочешь какие-то крутые знания, то, в принципе, я не думаю, что вот сейчас есть какие-то тренера, у которых завышена цена, то есть, да, у каждого тренера входит в цену также его медийность, так скажем, то есть, можно быть очень знаменитым, но при этом играть так себе и тренировать за нормальные деньги, я думаю так, что вот если у вас, ну, почему я брал тренировки, я не знал, как мне развиваться, я не знал, куда мне развиваться, я потерял уверенность в игре, не, вообще, ну, не все это сразу одновременно, это было в какие-то разные периоды, но, в общем, если вы потеряли уверенность в игре, если вы не знаете, как вам расти или куда вам расти, даже если у вас пропал интерес к игре, то взятие тренировок, взятие, так можно говорить? Ну, братья звучит еще хуже. Взятие, братья, то тогда тренировки вам помогут, иначе, ну, вот, думаю, брать тренировки ради того, чтобы брать тренировки, вот, именно, ну, как я уже говорил, я брал тренировку еще в момент, когда я оказался в таком поле советов от бизнес-тренеров, а-ля, окружайте себя успешными людьми, и там, ваш успех зависит от того, кто у вас там в контактах в телефоне, типа, перечислите там все свои контакты, и вот среднее это будете вы, среднее арифметическое всех этих контактов, вот такими руководствуясь, типа, я должен пообщаться с тренером, потому что мне нужен какой-то там типа источник, да нет, может вам нихрена и не надо, особенно с учетом того, что сейчас есть программы, которые обучают, то есть, никаких тут источников даже не надо, я могу сказать, что у меня в скайпе только один человек, нет, не один, наверное, в общем, у меня 99% контактов в скайпе играют ниже меня, и при этом, как бы, я с ними общаюсь, все равно улучшаю свою игру, в этом плане, да, вот такая покер интересная штука, что что-то подчерпнуть, какие-то знания можно не только у более сильных игроков, которые выше играют, и лучше играют, даже у тех, кто хуже играет. Вот ты сам сказал в начале нашего разговора, что большую часть своей карьеры ты лудоманил, гриндил, непонятно, что делал, играл в минусы, все такое, а потом вдруг раз и поперло, вот, был ли какой-то переломный момент, какой-то переломный, может, фраза чья-то, какое-то знание полученное, что-то там, не знаю, птица пролетела, и вдруг ты осознал, как должно все быть, вот было такое? Ну, вообще, когда я лудоманил и гриндил по жесткому ночами, я не думал тогда, что это не профессионализм, я думал, что так и должно быть, что я крутой игрок, вот тут прям наживаю, ну, при этом я не играл в минус, то есть тут, ну, тут нет парадокса, я играл в плюс, но при этом я не был профессионалом, я был лудоманом, вот, мне помогла книжка Дасти Шмидта «Относитесь к покеру как к бизнесу», вроде так она называется, вот, там была речь о том, что, ну, что, по сути, покер это бизнес, там вот в конце книжки вроде прям были перечислены основные тезисы, ее даже можно не читать, их там штук семь, ну, в том плане, я, прочитав книжку, осознал, что профессионализм в покере, это не обязательно игра в плюс, да, хотя, это необходимый, но недостаточный элемент профессионализма, вот, важно правильно распределять свое время, то есть, чем отличается, ну, так, профессионал от гэмблера такого, лудомана, лудоман хочет урвать как можно больший кусок, как можно больше всего выиграть, и, возможно, даже и бросить покер, да, а профессионал, не, ну, хотя профессионал тоже может сказать себе, что я там, наиграв определенную сумму перестану играть в покер, но основной, ну, мне кажется, основное отличие в том, что профессионал максимизирует свое ЕВ не на короткой дистанции, то есть, он не смотрит, типа, о, типа, какой хороший стол, все, я буду на нем играть до посинения, пока не потеряю сознание, нет, он будет мыслить хотя бы на месяц вперед, да, то есть, ему важно максимизировать свое ЕВ в течение месяца, если он сейчас будет играть до посинения, то он потеряет сознание, ему станет плохо, возможно, он выиграет в два раза больше, чем вчера, но при этом он выпадет на неделю из жизни, и, возможно, просто погибнет, вот, что-то в таком ключе. Давай с тобой поговорим о тех людях, которые вот сегодня начинают свою покерную карьеру, я думаю, что нас будут слушать такие в немалом количестве, хотелось бы услышать от тебя какие-то командирские за руки, как говорил Василий Иванович, что я на броневике в романе Пелевина, что-то такое наставление бывалого, и, кроме того, я бы еще конкретизировал бы немного, ты же просто бог в использовании обучающих программ, потому что ты ставил себе, по-моему, все, что только можно, и не мог бы ты прям пройтись по лимитам и сказать, вот на низких вам вот это понадобится, на средних это, а на высоких вот это. Главным советом, я, наверное, который бы мог дать, это не бойтесь подражать, а прям подражайте, копируйте. На каждом лимите есть свои успешные игроки. На NL2 у них один стиль, на NL100 другой, на NL5K3. Вот. И нет ничего постыдного в том, чтобы играть так, как они, учиться у них. И, я думаю, это для всех лимитов, но чем ниже, тем важнее, это именно брать информацию у топ-винеров ваших лимитов. в плане программ, я бы даже сказал, что там до какого-нибудь лимита, типа NL50, вообще никакие программы не нужны. Вообще никакие. Ну, разве что Equilab, или как-то вот такая программа, которая там Equity умеет считать, range на range, либо рука против range, либо рука на руку. А Flopzilla, там, Simple Postflop, какой-нибудь Pio Solver, или еще что-то. Ну, если вы играете кэш, если вы играете СНГ, турниры, то, само собой, тут всегда нужно иметь какой-то push-fold или калькулятор обязательно. Ну, хватит самого простого и бесплатного на низких лимитах. Вот. А уже... Ну, вот я на самом деле не знаю, чем отличается уровень игрока от NL50 от NL100, но как будто бы очень сильно в том плане, что я общался с игроками NL50 и NL100, это совсем разные люди, но я не знаю, где лежит, ну, вот именно отличие их в скиле. И больше я общался все же с людьми, с игроками с лимитой NL100. Тут потихонечку нужно привносить в свою игру элементы оптимальных стратегий. В этом вам помогут такие программы, как Simple Postflop, Pio Solver, GTO Range Builder и всевозможные видео, связанные вот со всей этой темой. И чем выше лимит, то есть, начиная с NL100, и чем выше лимит, тем больше ГТО в вашей игре должно быть, так скажем, ГТО. И тут необязательно, я не имею в виду обязательно сферическое ГТО в вакууме, в том плане, что вот брать, считать ситуацию в калькуляторе и играть вот так. Но именно, я сначала хотел сказать, что можно копировать у программы ее стратегии, но на самом деле не нужно, то есть, это не будет максимально эффективным. Скорее, нужно пользоваться ее логикой и понимать, ну, начать понимать вот такой следующий уровень логики, который вам может дать ГТО-калькулятор. То есть, он может показать множество нестандартных, как вам казалось, решений, но, видимо, это вы что-то не понимаете. в покере и вот благодаря программам вы это поймете. Смотри, вот как луна притягивает воду на земле и вызывает приливы, вот так же периодически возникают вопросы, сообщество начинает гудеть по поводу какой-нибудь новости про ботов. Вот сейчас тоже прокатилась такая волна небольшая и не встречался ли ты с такими подозрительными личностями за столами. Вообще, насколько это угроза реальна в наши дни и вообще что нас ждет в смысле этой истории в будущем в покере. А вот эти фразочки про командирскую за руку и про луну, это ты подготовил их, да, или... Нет, это я так как-то изобразил с импровизирован. Ясно, ну, круто. Боты, это, ну, я, мне всегда была эта тема интересна, потому что уже, ну, вот когда я сказал, что где-то три года назад я начал свою профессиональную карьеру, или, нет, четыре, да, две тысячи, нет, наверное, три. Не суть. Вот. Именно тогда я обнаружил на своих лимитах ботов. Я тогда играл в Zoom 200 и был такой разрыватель IDDQD на Zoom 200 и понял, что он бот, я только когда оказался на Zoom 500 и начал играть против другого игрока, периодически пересекаться мейл-фактора. И потом я заметил, что они оба делают какие-то очень нелогичные вещи, причем, ну, именно поэтому обратил внимание, ну, потому что я думал, что IDDQD периодически делает глупости и заметил, что мейл-фактор делает те же самые глупости. И потом, порывшись насобирав базу, я заметил, что они копии друг друга, что ну, то есть у них есть отличия, то есть они играют разными сайзингами на префлопе, но при этом постфлоп статы общие, префлоп опен рейзы именно рейнджи, все это у них под копирочку одинаково. Вот, и спустя, то есть тогда, три года назад я там писал в блоге тогда популярных игроков еще на покер стратеджи, мол, что ты думаешь про этого, вроде как он бот, нет? И больше всего меня там закидывали, ну, не закидывали, просто говорили, не, ну, какой он бот, ну, ты че, вот я поставил в него 2x овербетал им на ривере в 4-бетпоте в глубоченных стеках, и он очень долго думал, то есть это было очень сложное решение, он очень долго думал, он не бот, поэтому он не бот, или там, я написал ему в чате привет, и он ответил привет, он не бот, вот, при этом, ну, этих популярных игроков не смущало то, что может сидеть оператор и пользоваться, ну, то есть не абсолютный бот, а это играет человек, пользуясь подсказками программы, при этом он тоже будет долго думать в сложных решениях, потому что программе еще нужно посчитать, вот, и тоже будет вам отвечать в чате, их, кстати, объединяла еще одна вещь, они оба не хотели выводить общение на что-то большее, так скажем, то есть я бывал и писал в чате игрокам, там, типа, дай свой скайп, или там, напиши мне в скайп, вот, и почти все откликались, кроме и ддкуде, мейлфактора, еще какого-то количества игроков, которых я тоже подозреваю, что они боты, вот, и это было три года назад, и тогда эти ребята разрывали, ну, не в щи, ну, то есть там где-то 5 ББ, 5 ЕВББ на 100 у них было, потом их забанили одновременно какое-то время на, ну, точнее, весь, вроде весь 2015 год уже, уже сколько прошло времени, я уже стал забывать, в каком году был такой феномен, как аналог ладка на лимите NL600 на старзах, этот игрок стал вроде как топ-виннером этого лимита, и играл выше, играл, возможно, иногда чуть ниже, он взялся из ниоткуда, игрок из Сербии, я с ним общался в чате, типа там, а как ты работаешь над игрой, какими программами ты пользуешься, он со мной общался, и на все это он отвечал, что он никакими программами не пользуется, сначала он вообще спросил, типа, что, программы, типа, о чем ты? Вот, это было довольно удивительно и подозрительно, и поначалу у меня не было мысли о том, что это может быть бот, потому что, ну как, для меня главным аргументом было наличие копий, это такой, может быть такое, что два игрока работают вместе, вот, у них похожие статы, но идентичные на сотни тысяч рук, прям вот, совпадающие циферки, вряд ли, вот, а у Нала Галатки не было копий, но, отыграв где-то полгода с ним, и я задумался, типа, он так много играет, давайте-ка я изучу его игру, посмотрю там, с какими частотами он блефует в каких-то ситуациях, и заметил удивительную вещь, что у него во всех ситуациях были частоты блефов близки к идеальным, при этом такого не было ни у кого, просто ни у одного игрока, у Ред Барона были не ГТОшные статы, просто потому, что в каких-то ситуациях он эксплойтил оппонентов, у Латки такого не было, при этом все его считали, ну, как бы, не ГТОшным, потому что он играл просто в отмороженнейшем стиле, как всем казалось, проворачивал он крупные, страшные, непонятные блефы, но сколько я не проверял, эти раздачи, все они сводились к ГТО-стратегиям, то есть можно было подобрать так дерево решений, чтобы его решение оказывалось правильно с точки зрения ГТО, вот, и в этом плане это у меня вызывало огромную грусть, потому что человек вряд ли сможет соревноваться с программой в этом плане, особенно в игре один на один, так там сейчас совсем все плохо, вот в 6 максе более-менее хорошо, ну, в том плане, что при флоп в 6 максе обсчитать, ну, прям вот абсолютно ГТО посчитать невозможно, можно использовать какие-то методы, абстракции, и в этом плане за 6 макс я более-менее спокоен, ну, ближайшие два года, вот, и также я спокоен, потому что Латка пропал со Старзов спустя год, и, то есть, Старзы, видимо, бдят, и что касается вот именно этого бдения, тут, если Латку выгнали со Старзов, он будет, видимо, играть где-то еще, а другие румы, скорее всего, будут меньше следить за чистоплотностью своих игроков, и, ну, как мне известно, и в некоторых румах сейчас, ну, то есть, неизвестно, у меня нет, у меня никогда нет стопроцентной гарантии, что это бот, то есть, даже за латку, я думаю, что он был ботом с вероятностью 99%, 99 сотых, вот, что сейчас повсеместно играют боты во всяких румах с плохой системой безопасности, там, где всем пофиг на то, боты или нет, то есть, боты угроза ужаснейшая, но за счет того, что старзы как-то борются, ну, еще тут стоит добавить то, что люди с каждым годом все лучше и лучше играют, и ботам все сложнее и сложнее выигрывать у людей, и в связи с этим, чтобы создать крутого бота, нужно обладать недюжинным талантом, не, ну, в общем, нужно вложить не меньше времени, чем вкладывают топовые игроки в игру, и как постепенно топовые игроки исчезают из покера, потому что им кажется, что они уже не могут зарабатывать огромные деньги в нем, так и ботоводы постепенно будут отсеиваться, как мне это видится. Руслан, один из последних вопросов на сегодня, поскольку время у нас уже заканчивается, скажи, сколько тебе денег нужно для счастья? У нас тут прям клише просится на язык, что, что? Денег? Разве счастье измеряется в деньгах? По-моему, да. В деньгах измеряется комфорт, который мы можем получить благодаря этим деньгам или деньгам. Вот, а именно счастье, оно абсолютно в другом. Я более того скажу, оно, чем больше у тебя денег, тем ты, ну, то есть, после какого-то уровня они делают тебя, наверное, более несчастным. Счастье в том, чтобы быть свободным от материальных благ, денег, не знаю, да вообще чего угодно. То есть, у эллифа так хорошо получается на такие темы, наверное. Деньги позволяют нам получать такой коротенький, но высококонцентрированный укол счастья испытывать. При этом после него мы испытываем... Отходняк какой-то, да? Да, мы испытываем какой-то отходняк. То есть, и нам хочется еще большего потом укола, и такая бесконечная погоня будет. То есть, чем больше, ну, просто вот возьмем самых богатых людей, ну, тех, кого мы можем найти, и можем заметить, что вся их жизнь направлена на то, чтобы эти деньги еще прям-прямом умножать. То есть, им что-то не имется все равно. а те, кто забил на деньги и завязал, так скажем, с массовым их зарабатыванием, он, ну, не обязательно заработал какую-то по определенную сумму. То есть, это может быть и совсем небогатый человек, решивший, что вот ему для счастья нужно уйти в горы и посыпать голову пеплом. то есть, в этом плане, я думаю, для счастья мне нужно, мне нужно, чтобы у меня все деньги отняли, вот так. Ну, отличный ответ, реально. Побороть микролимиты, возможно ли и правильно ли суждение такое очень распространенное, что микролимит бьется только и исключительно над депозитом? Ну, конечно, важно опять же уточнить, что это все индивидуально, то есть, у кого-то не исключено, что проблема не в банкроле, а в игре и он не умеет там рейзить сет на ривере, когда, ну, в общем, возможно у кого-то проблемы с игрой, но самый главный совет, который я бы мог дать, это не кэшаутить, то есть, можно не депозитить и выбраться с микролимитов, но для этого нужно не кэшаутить, тут вспоминается такой из жизни замечательных людей такое воспоминание, Феруэл писал, ну, или говорил, не помню, Феруэл писал, что первый кэшаут он сделал, когда его банкролл стал больше, чем 100 тысяч долларов, то есть, и тут понятно, что у каждого свои цели, может быть, вам для счастья уже хватит 100 тысяч долларов, но если вы хотите выбраться из микролимитов и добраться до каких-то высот, то вам надо не кэшаутить, вот такой простой совет. отлично, скажи, есть ли у тебя еще порох в пороховницах, есть ли еще желание двигаться вперед, лезть по лимитам или все уже, как бы, все, рутина, ничего не интересно, полезешь дальше? Конечно, я прям вот каждый день сажусь и борюсь за поднятие по лимитам, да более того, я борюсь, чтобы не опуститься по лимитам, в этом плане покер не дает расслабляться постоянно, держа в тонусе мозг, в этом такой огромный его плюс и большой минус для лентяев. У меня планы побить все возможные лимиты в онлайне, потом, не, не знаю насчет остального. Вот у меня блок называется «Не могу побить НЛ-10К». К сожалению, я пока его не могу побить, потому что не сыграл там ни одной раздачи, вот, но когда побью НЛ-10К, тогда посмотрим. Пока что план такой. Прекрасный финал, спасибо тебе огромное, было здорово с тобой общаться, мне было реально интересно, уверен, что будет интересно не менее и всем тем, кто нас сегодня послушает. Огромное спасибо, ты супер. Окей, ну спасибо тогда за такие теплые слова, прям поднял мне. Уверенность в себе. Вот такой он, Руслан, сегодняшний мой гость, по-моему, было действительно интересно. А почему бы нам всем не попробовать стать таким же, как он? Почему бы нам не зарабатывать деньги покером? Я не знаю. Давайте немного постараемся поработать над собой, над своей игрой, и может быть через какое-то время мы станем просто богатыми людьми, мы встретимся в клубе, возьмем виски с содой и поболтаем о том, как было здорово слушать это интервью. Через неделю в том же месте, в тот же час укротители дисперсии. С вами был Митя Зет, всем удачи, всем пока. Если вам понравилось это интервью, не забывайте лайкать, комментировать и подписывайтесь на наш канал, тогда новых гостей и интересных тем будет еще больше. Ну и главное, обучайтесь на покерабилити.ру и поднимитесь на высокие лимиты.